И снова здравствуйте, мы продолжаем подводить итоги уходящего года. Сергей Датюк, философ, публицист, блогер у нас в студии. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, ну это вот то счастливое мгновение для ведущего, когда практически весь эфир отдается гостю, потому что итоги уходящего года, это же уго-го сколько информации. Поэтому вот вопрос задаю вам вначале, а потом может там совсем чуть-чуть вмешаюсь. Что главное-то было в 2017 году? Ну и конечно прогнозы в конце. Здравствуйте всем. Я знал, мы раньше спланировали наш эфир, и я вчера полдня потратил для себя просто выяснять, потому что наверное еще и блог какой-то напишу по этому поводу, потому что это же совершенно разные жанры, одно дело на видео что-то говорить, а другое дело в тексте писать. И я вот, ну можно сказать, никаких роялей в кустах и кустов в роялях проработал этот год. И вот какую вещь я обнаружил. Я знаком с тем, как оценивают другие эксперты, по крайней мере я просмотрел интервью Юрия Романенко для Эры, в украинском языке, молодец Юра, так держать. Ермолаева видел о том, что он сказал, что это попытка отложить важное решение. И тут конечно есть вилка, можно рассказывать про итоги года в одной дельно взятой известной нам стране, что интересно и наверное продвигает каким-то образом наше видение. Но мне показалось это не то что скучным, а неэффективным, потому что мои коллеги этим занимаются, и в общем-то они имеют на это право, они с цифрами в руках это все показывают. Мне показалось, что гораздо более интересным будет посмотреть на этот год в мире. И когда я начал смотреть, я увидел, что в общем-то в мире все уже случилось. И увидеть то, что случилось, можно когда ты имеешь оптику куда смотреть, на какие факты обращать внимание, а какие просто игнорировать. И если растворяться в повседневности, то можно на одно смотреть, на другое игнорировать. Если смотреть из перспективы, то прямо наоборот. Ну вот грубо говоря, вот у вас есть месяц, как он описывается в Википедии. Что оттуда можно выбрать, что определило год. Это же чрезвычайно сложное занятие. В том смысле, что даже не потому, что некоторые события разворачивались на протяжении года, и будут иметь далеко идущие последствия за пределами этого года. А некоторые, они хоть и были важными, или казались нам важными в момент их происхождения, но далеко идущих последствий не имели ни в этом году, ни в дальнейшем иметь не будут. Вот у меня есть такие вот четыре странички. Тут каждый месяц описано. Опять же, это мой субъективный взгляд. Но вот что я увидел. Итак, январь. Самое важное событие января, это, конечно, вступление в должность американского президента Трампа. И это вступление привело к очень важным последствиям. Прежде всего, Трамп сразу же начал делать, что до него делал Путин. А именно, разрушать мировой порядок. Просто если Путин это делал доступными им средствами, разрушал его на уровне европейских структур, очень мало мировых, то Трамп, поскольку силы все-таки несопоставимые, ресурсы побольше, сразу начал разрушать мировой порядок. На уровне ООН, на уровне международной системы безопасности, защиты, экологии и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле надежды на Трампа, что он с Путиным перезапустит ситуацию США с Россией, а не выйдет на какой-то конструктивный разговор, они не получились, потому что, прежде всего, значительная часть элиты Америки не позволила ему это сделать. Им это не нужно. И, во-вторых, потому что Трамп действительно запустил институциональный кризис в Штатах. И в ближайшие годы, по крайней мере, до импичмента или до попыток переизбраться от Трампа, Америки будет не до Европы, не до нас, не до России. Вот это вот событие, которое произошло в январе. Февраль. Месяц, можно сказать, архаизации государств и выхода на передний план корпораций. 6 февраля. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской Академии Наук признала лечение гомооматическими препаратами, не имеющие научных оснований. Научная инквизиция, она есть в России. Она реально действует. И она реально определяет не просто, что научно, что ненаучно, а определяет те репрессии, которые необходимы против лженаучной гереси. 7 февраля. Президентом России подписан закон о декриминализации домашнего насилия. Ну, по-простому. Первый раз побьете жену, вам ничего не будет. Ну, за второй раз в церкви, может быть, пожурят. Ну, вот уже как бы там, и если жена заберет заявление, то ничего не будет. Вот на третий раз, может быть, что-то произойдет. Я ничего не придумаю, это действительно так. Спасибо, что мы, кстати, не знали об этом. Очень интересный факт. 27 февраля. Глава частной компании SpaceX Илон Марс объявил, что в конце 2018 года новая ракета Falcon Heavy должна отправить путешествие вокруг Луны двух космических туристов. Вот, как бы, такие два плана событий. С одной стороны, российское государство, с другой стороны, американские корпорации. Они предопределили весь этот год. Март. Продолжая тему. Первые запуски посадка использованной ступени ракеты-носителя Falcon 9. Обращай внимание, использованной. До этого просто была запуск посадка, а тут запуски посадка уже использованы. То есть, было доказано, что да, эта схема орбитальной экономики работает. И потом мы в августе еще это вспомним, потому что это принципиальным образом изменило космический рынок в мире. В качестве ракеты-носителя будет использован Falcon 9. Это при пилотируемой миссии SpaceX МКС, которая планируется вот-вот. А в 2024 году доставка первого человека на Марс. Это планы корпорации SpaceX. Апрель. 6 апреля европейский парламент проголосовал за упрощение визового режима для граждан Украины. Аллилуйя. Привело к еще большему оттоку, к эмиграции людей из-за убеж, прежде всего, в Польшу. К значительным скандалам, в том числе скандала Саакашвили, при попытке пересечь опять-таки польско-украинскую границу. То есть, это очень многие вещи обострило. Фактически, это сделало неспособными украинские компании конкурировать с европейскими компаниями. У украинских бизнесменов начался кризис. Кадровый. Им неоткуда брать людей. Уезжают не просто отдельно, не просто семьями. Целыми цехами уезжают. 7 апреля. Авиаудар крылатым ракетом «Атамагаб» по сирийской авиабазе «Эш-Шарайт» провинции Хомс, нанесенный после поражения населения химическими отравящими веществами в сирийском городе Ханши-Хун провинции Идлиб. Это фактически разрушило налаживание возможной диалога между Трампом и Путиным. То есть, как бы это ни артикулировалось, но после этого именно стало понятно, что восстановление отношений невозможно. 14 апреля. Кандар принадлежал нанести превентивный удар по объектам США. И на протяжении всего года мы дважды пытались избежать ядерной войны, пока успешно. 17 апреля. Миру удалось избежать ядерной войны между США и Кандар. Потом эта ситуация повторится, и еще об этом скажу. Но 26 апреля. В городе Далянь на воду спущен первый построенный полностью в Китае авианосец. Китай стал авианосным государством. Это значит, что у Китая появилась геополитика. Реальная геополитика. Не теоретическая, не какие-то аналитические оценки по геополитике. В Китае появился инструмент реально действующей геополитики. Если говорить серьезно, то фактически очень немного государств могут себе позволить. Но там явно есть и у других государств. Но понятно, что там ни Британия, ни Франция, они не сопоставимы с Китаем по ресурсам. Поэтому фактически можно сказать, что в океанах будут царствовать пока на ближайшее время два государства. Китай и Соединенные Штаты. Май. Месяц наступления виртуального мира на мир актуальный. 5 мая. Это что такое? Сейчас расшифруем. 5 мая. Отправился первый полет новый китайский пассажирский самолет СКОМАК СИ-919, который доставит конкуренцию Бойну и Аэрбас. Китай становится одной из ведущих авиационных государств мира. 7 мая. На президентских выборах побеждает Макрон. Впервые применены виртуальные технологии, благодаря которым, собственно, просчитано, что, как, должен говорить Макрон, издана, использована сеть. Как бы, в общем, Франция получила такого виртуального президента. Что за ним стоит, непонятно. Он был создан правящей элитой из подручных средств. Но, как показывает дальнейшее время, это ничего не дало Франции. Это ничего не поменяло в европейских раскатах. Потому что мало предъявить политехнологического президента. Как говорит Небоженко, экзополитика, экзотического политика. Нужно, чтобы тут действительно было содержание, представление перспективы и нужна харизма. Такой харизмой в мире обладает сегодня лишь Меркель. Больше политика... Ну, и Путин, как бы мы к нему ни относились. Вот два политика в мире. А Трамп? Трамп-то нет? Не попадает к ним? Ну, Трамп идиот. Это для политика очень плохо, но, увы, это не признак харизмы. Есть люди, которые ведут себя очень нерационально. Ну, как Гитлер, например. Но не может харизматический политик вести себя как идиот. 12 мая. Начало распространение компьютерный вирус-вымогатель Вонокрай, который поразил более 200 тысяч компьютеров под управлением операционной системой Windows. Более чем 150 стран мира. Мешательство российских хакеров в выборе США – это начало претензий на мировое влияние виртуальной традиции через атаку на крупнейшее государство мира. А вирусная атака в мае 2017 года – это атака на корпоративный сегмент мира. То есть, фактически, май позволил прорваться вот этому виртуальному миру в мир актуальный. 15 мая. С целью приобретения себе сторонников среди националистических ориентированных украинцев президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям в отношении российских компаний, в частности, сервисы Яндекса, Майл.рус, соцсеть ВКонтакте, соцсеть Одноклассники. Потом, позже, в сентябре, была попытка националистического реванша. Она продолжилась недолго, ровно до попытки начала протеста, где националисты показались не с лучшей стороны. 24 мая. Агентство МУДИ спонизвало кредитные рейти Китая впервые с 1989 года. То есть, Китай не все так радужно. Возможности для роста сокращаются. Им необходимо изыскивать либо же внутренние ресурсы, либо же вести дело к войне. То есть, пускать все имеющиеся средства именно в военную область. Таким образом, решать экономические проблемы, но и усиливать, радикально усиливать военную мощь. Это как бы неминуемо... То есть, в войне в прямом смысле слова. Неминуемая предпосылка к непосредственной войне, да. Июнь. 15 июня на территории Евросоюза для граждан Евросоюза отменен платный ронгинг. То есть, впервые создано электронно-коммуникативное единство Европы. Жаль, мы пока, как Украина, не входим туда. 25 июня. Вторая популярность и рыночная капитализация криптовалюты Эфириум рухнулась с 300 до 10 долларов за единицу. В мире началась серьезная криптоконкуренция. То есть, вот Эфириум в конкуренции с биткоином показал, что он все-таки менее устойчив. Про биткоин мы сегодня еще поговорим. 27 июня. Новый виток кибервойны Россия против Украины. Кибератака поразила Национальный банк Украины, компьютерные системы предприятий Украэнерго, Киевэнерго, серверы компании Роснефть, другие предприятия. Возникает представление о новом принципиальном фактологическом основании виртуального мира. Актуальный контекст виртуальных событий есть основа фактологического основания. О чем идет речь? О том, что понятно и невозможно доказать, что это делала Россия. И вирус его на край, и эти атаки. Но, еще раз, тот принцип, который я только что произнес. Актуальный контекст создает фактологическое основание. То есть, если известно, что Россия ведет войну против Украины и происходят такие нападения, можно чутко утверждать, за этим стоит Россия. Хотя доказать невозможно. То есть, вот она, один из первых качеств, собственно, вот этой вот новой виртуальной войны. 30 июня. Новый шаг к демографическому разрушению и исламизации Европы. Большинство депутатов Федерального собрания Германии проголосовали за признание однополых браков. Вот это вот очень интересная вещь, потому что на фоне всех тех очень неоднозначных моментов, когда иммигранты приезжают на территорию Германии, когда у них разжидаемость падает, когда они пытаются создавать единый европейский проект и финансировать его, потому что в основном он финансируется в Европе, Германии, возникает неопределенность перспективы. И прежде всего, эта неопределенность перспективы связана с тем, что белые католики, протестанты, европейцы не в состоянии в цивилизационном плане противостоять исламскому миру. Плюс вот такие вот вещи, как признание однополых браков однозначно отодвигают Европу от цивилизационной конкуренции. Потому что, ну, я же никак не отношусь к этому, я вполне толерантен, ничего против не имею, я просто фиксирую. С цивилизационной точки зрения это разрушение. Это разрушение цивилизации. Ну, а с другой стороны, однополые браки тоже же имеют детей, они их усыновляют, растят. Вопрос в усыновлении детей, что вы не прибавляете, вы лишь усыновляете. Это не решает демографическую проблему. Понимаете? Усыновление, это вы создаете лучшие условия. Но вы не рождаете детей. Рождаются дети, увы, по старинке. Мужчина, женщина, любовь, брак, дети. То есть вот только эта схема рабочая. Если даже говорить об эксокорпоральном, способе рождения, то все равно это мужчина, женщина, брак, эко, эксокорпоральное оплодотворение и ребенок. То есть это все равно только вот так. Никакие существующие средства, пока известные в мире, из двух мужчин и из двух женщин ребенка создавать не умеют. 7 июля в штаб-пвартире ООН в Нью-Йорке участники межправительственной конференции приняли текст договора о запрещении ядерного оружия. Он вступит в законную силу после того, как ратифицирует 50 государств. Конечно же, это очень призрачная возможность. Тем не менее, под занавес ООН попытался как бы наложить некий запрет или сделать попытку наложения такого запрета. Но про ООН мы сегодня еще поговорим. Но перспективы у этого никакой. Поскольку после того, как единственная страна в мире реально отказалась, я давно подверглась решению суверенитета, имею в виду Украину прежде всего, аргументов к поддержке этого закона не существует никаких. И во-вторых, на протяжении всего мира мы видели, что может себе позволить ядерное государство, такое как Северная Корея. То есть, два примера. Украина и Корея ставят крест на подобного рода решениях ООН. У этих решений нет не то, что содержания, у них даже не то, что смысла нет содержания. Потому что за этим ничего не стоит. Ноль. Зиро. Август. Герой Августа, кто бы вы думали? Даже не догадываюсь. Биткоин. В начале августа 2017 года произошел так называемый hard fork. Технологический раскол на две разные криптовалюты. Биткоин и биткоин кэш. Ранее в разговоре с техническим директором блокчейнной блокбилдинг-платформы объяснил появление форка с желанием разработчика биткоина создать отдельную ветку биткоина с улучшенными техническими характеристиками. Значит, ослабление началось 18 декабря, но тем не менее. В декабре он взлетал до 20 тысяч. То есть, вот как бы в августе был первый такой прорыв, и к декабрю биткоин раскрутился и фактически оказался как виртуальная валюта вне конкуренции. И некоторые наши специалисты вот из Украины, я тут видел интервью одно недавно, говорят, что понятно, что крипта упадет, но вопрос в том, что будет после того, как крипта упадет, что будет после обывала, она исчезнет или не исчезнет. Если она не исчезнет, то это значит, что в определенном смысле виртуальная валюта в актуальном мире неубиваема. А это очень плохие новости для всех национальных банков. И прежде всего для ФРС, то есть для Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. Потому что это серьезная угроза актуальным валютам, не цифровым. И эта вещь показывает, что даже если весь мир будет лежать в руинах, в результате войны, у нас есть альтернативная валюта. У нас есть возможность работать с альтернативными валютами. Причем основания которых виртуальны. Они не в актуальном мире находятся. В середине августа биткоин обновил очередной рекорд. В декабре он краткое время достиг курса 20 тысяч. Финансовые аналитики объясняют стремительный рост доверием со стороны инвесторов. Но я бы сказал даже не инвесторам, а доверием со стороны современных людей, которые прежде всего пользуются IT-технологиями. То есть, которые сидят в социальных сетях, которые доверяют интернету, которые доверяют блогам в интернете. То есть, это вот этого типа люди. То есть, они достигли критической массы, чтобы доверие к определенной валюте, то есть, к виртуальной валюте, оказалось существенным для того, чтобы курс его рос, несмотря ни на какие усилия со стороны всех других государств. Ну и то, что ряд государств признает эту валюту, в частности, Беларусь, создает очень неплохие стартовые возможности и перспективы. Сентябрь. Получены результаты деятельности на рынке космических запусков. Вот мы с вами говорили о том, что SpaceX успешно посадил второй раз уже использованную ступень. И к чему это привело? Уже буквально в сентябре. Россия окончательно потеряла лидерство в космосе. SpaceX стал лидером орбитальных полетов. Луна и Марс есть в планах космических компаний США и Китая, но полетов туда нет в планах на ближайшие годы у Роскосмоса. То есть, фактически, российские аналитики уже открыто об этом говорят. У Роскосмоса будущего нет. Российский космос на рынке мировом может еще некоторое время удержаться. Но это скорее по инерции. У государственного космоса будущего нет вообще. То есть, в плане экономическом это мероприятие затратное. И если ситуация кризиса продолжится, единственный, кто останется вот здесь в космическом рынке, это будут только космические корпорации. Увы. Вот так дальше мы будем иметь дело с космосом. 24 сентября партия Меркель побеждает на выборах Бундестаг в Германии. И с этого момента в Германии начинается политический кризис. До сегодняшнего дня Меркель не сформировала коалицию. Поэтому в Европе серьезнейший кризис. Никто не знает, как из этого кризиса выходить, потому что на нее была последняя надежда. Потому что ни на Трампа, ни на Макрона мы надеяться не можем. Один идиот, другой слабый. И Меркель это последний харизматичный политик, который остался. Но и у нее проблемы в стране такие, что всем остальным практически надеяться не на что. А Украине то и подавно. Если Меркель не получает эту возможность в правильную власть, не станет канцлером снова. Да. У нас нет возможности хоть в каком-то виде реализовать хоть какие-то идеи минских договоренностей. У нас их нет вообще. И мы остаемся один на один со всем миром. С Штатами, с Европой, с Россией. А вы думаете, как вы думаете, сохранит Меркель свою позицию все-таки или нет? Она же может создать предельство, меньшинство, может вернуть старых коллег. Смотрите, нужно ставить вопрос не так. А как? Предположим, она сохранит. Хорошо, давайте так. Нужно ставить вопрос не так. Сохранить ли Меркель то влияние? В стране и в Европе, которую она имела до этого. Нет, не сохранит. АДГ достаточно серьезная политическая сила. Она представлена достаточно мощно на политической сцене Германии. И это направление, направление консервативного полка, оно против эмигрантов, оно против вот этих однополых браков. Они против многих-многих вот тех вещей толерантных, которые как бы были основанием немецкой политики. И того влияния, которое было у Меркель до выбора, больше не будет. Ни внутри страны, ни в Европе. То есть даже если сохранить, она перестанет быть влиятельной. Поэтому это не отменяет прогнозы. То есть мы все равно останемся один. Мы все равно останемся один. Октябрь. 7 октября в интернете на 9 европейских языках была опубликована Парижская декларация под названием Европа, в которую мы верим. Фактически было положено основание архаизации Европы, которая получила теперь свою идеологию. Я писал отдельные блоги на этот счет. Я показывал конкретно с критикой этой ситуации. если до этого момента можно было говорить о прокрастинации Европы, то есть об откладывании важных решений, об откладывании решений важных проблем, то вот после этого можно говорить о том, что архаизация приобрела свою идеологию, а значит она будет распространяться, укрепляться и этот процесс теперь становится для Европы мейнстримом. 15 октября на странице Алисы Милана стартовал флешмоб Митту, в котором огромное число я прочитаю, как я это вижу, это не откуда-то, это моя позиция, в котором огромное число актрис призналось в том, что спали с американским продюсером принудительно для того, чтобы получить роль. Винным матом во всей оказался сутенер Вайнштейн, режиссер, он же сутенер. Почему я называю сутенером? Ни одна актриса проститутка от сыгранной роли и от полученных денег не отказалась. То есть, постфактум, получив роль, получив деньги за роль, получив признание, построив карьеру, в какой-то момент они решили расторгнуть этот контракт, а это был контракт. То есть, ты спишь с влиятельным режиссером, ты получаешь роль, ты получаешь признание, ты получаешь деньги. Если вы, уважаемая актриса проститутка, расторгаете этот контракт, откажитесь от денег, снимите свои имена с титров и откажитесь от той карьеры, которую вы получили благодаря теми фильмам. Поскольку это сделано не было, возникает очень уникальная ситуация. Мы все повесили на этого, безусловно, нехорошего человека. Я же не говорю, я же не... Оправдываю Уэйнштейна. Он действительно таки виноват. Он действительно занимался этими нехорошими вещами. Но позиция тех, кто его обвиняет, она очень лицемерная. И вот проблема, что в Америке лицемерное общество с этим согласилось. Вот это вот очень большая проблема. 27 октября. Каталония. Несостоявшиеся государства в Юго-Западной Европе, самопроглашенные 27 октября, на территории автономного сообщества Каталония, административно-территориальная единица в составе Королевства Испании, властями Каталонии, на основании итогов, проведенными референдумом о независимости, на который не все пришли, там очень сильно власти сопротивлялись. Согласно законодательству Испании, итоги референдума и прочие действия, основанные на них, признаны юридически меничтожными, 30 октября парламент Каталонии признал решение испанского представства в своем распуске и прекратил работу до проведения досрочных выборов. Фактически до сегодняшнего дня проблема решена, потому что это такая была опереточная попытка сепаратного отделения, которое не имело перспектив, не имело продолжения. То есть они просто хотели, ну не знаю, преференции или большей самостоятельности, да? То есть это вот всю Европу потрясло, а они как бы что, ничего не хотели? Ну, они посмотрели, как на это отреагировали компании, бизнес-компании. Когда они увидели, что те начали оттуда убегать, все быстро решилось. Потому что они, вот как мыслят сепаратисты, они же мыслят следующим образом, все то, что у нас есть, плюс куча льгот и привилегий. А им пытаются объяснить, ребята, если вы хотите льгот и привилегий, и вот вы насильно попытаетесь, то вот всего того, что у вас есть, не будут. Да что вы говорите? Нет, вы попробуйте, они пробуют. Как же так? Вот Донецк всегда убеждал, что он кормит всю Украину. Ребят, себя прокормите. Вот не надо сейчас Украину кормить. Себя прокормите. Оказывается, что без защиты армии Украины, без инфраструктуры Украины, без бюджета, от которой постоянно капало, без всей этой политической организации, ну не может Донецк и Луганская область себя прокормить. Как же так? Так что ж такое? Нет, вот все то, что у нас есть, плюс льготы и преференции. Ребят, так не получится. Так не бывает. Во второй половине октября миру еще раз удалось избежать ядерной войны между США и НДР. Вот это был второй раз, когда удалось избежать. Как долго мы сможем избегать ядерной войны, никто не знает. И даже прогнозы такой давать мне кажется бессмысленным. Ноябрь месяц, 16 ноября в США стартовала презентация нового изобретения Луна Маска, первого электрического грузовика Тесла Сэнни. Фактически мы вошли в автономизацию грузоперевозок. Это будет иметь далеко идущие посредства для транспорта вообще в мире в целом. И это принципиально изменит картину транспортной инфраструктуры по всему миру. Пока это только в Америке, но вы же понимаете, что как бы это распространится на остальной мир достаточно быстро, потому что современные технологии имеют свойство распространяться гораздо быстрее. Про них сообщают это дешевле, это удобнее, все их хотят, и поэтому тут включается не просто желание или решение одной мощной страны, такой как США. Тут начинается решение многих-многих бизнес-корпораций, достаточно сильных, не менее сильных, чем отдельные государства, для того, чтобы эту инфраструктуру распространить. Поэтому нас ожидают фактически очень сильные изменения в транспортной инфраструктуре. Самое главное, что те вещи, о которых я говорю, не всегда обращают внимание в потоке новостей. Я их специально вычленил, для того, чтобы показать, что мы живем в мире, где произошли важные события. Про это мы еще в конце поговорим. 17 ноября в Калифорнии прошла первая в мире процедура по редактированию генома взрослого человека прямо внутри его тела. То есть, фактически, мы стоим на пороге генной революции в человеческом имуществе. Это очень серьезно, потому что законодательство пока отстает, а правящие классы к этому не готовы. Корпорации делают это нелегально. Это очень нехорошая ситуация, которая может закончиться очень плохо. И дело не только в появлении генетических уродов. Это мы как-то переживем, потому что первые генетические эксперименты не смогут удачно закрепляться так, чтобы воспроизводиться. Как показывает опыт, даже генно-модифицированные растения, которые более простые, чем живые организмы, и то не дают всходов во втором-третьем поколении. Что говорить про более сложные? Но, тем не менее, это очень серьезная вещь, и тут нужно законодательное регулирование на уровне ООН. Сентябрь-ноябрь попытка националистического реванша в Украине. Мной проанализированная как галецкий консенсус. Это интересно. Это союз националистов с коррумпированной властью. Суть схемы в том, что мы вам украинизация, в том числе вот с этими запретами одноклассников и тому подобное. А вы закрываете глаза на нашу коррупцию. И в этом смысле я потратил два месяца на то, чтобы вскрыть эти все вещи, показать их. Очень сильно недоброжелательно, много, сильно много недоброжелательно у меня появилось. Большая турбулентность моих последователей была в Фейсбуке. Тем не менее, я не смотрел ни на что, потому что я знал, что это критический момент. Если не отстоять, если не показать, к чему это ведет, мы будем иметь очень плохие последствия. Чрезвычайно плохие. Украина постепенно оказывается в политическом кризисе. Новый виток возникает гражданских протестов, в которых националисты не показывают себя достойно. На прямые вопросы они уходят от ответа. Почему вас не было вместе со всем протестом? Ну, у нас были договоренности. Какие договоренности? Ну, у нас были договоренности. И вот это есть очень большая проблема. Сам протест не оканчивается успехом из-за слабости цель. Об этом я сказал сразу же перед его еще началом. Они так и не смогли выйти ни на мощные масштабные цели, ни на то, чтобы привлечь хотя бы оппозиционных лидеров. То есть, в конце концов, все это свелось к одному Саакашвили. Саакашвили, конечно, такой большой проект в одиночку не потянет. Потому что у него нет поддержки как его собственных сторонников, так и предъявления реального реального проекта и реальных сильных целей. Из-за отсутствия реального проекта и реальных сильных целей, фактически, можно сказать, что это сведено на нет. Декабрь месяц. 6 декабря президент Доналд Трамп официально признал Юрисалим столицей Израиля, что имело далеко идущие последствия. Он не поддержал. Арабский мир возмутился и начал протест. В общем, ситуация не завершена, она будет иметь продолжение. И я бы сказал, даже далеко идущие последствия она будет иметь. Потому что даже если не будет больших протестов, то если мы даже пойдем на то, чтобы разделить Юрисалим, когда-то был разделен Берлин, придется строить стену, какова она была в Берлине. Стена это всегда плохо. Что такое стена в городе? Это граница, за пересечением которой человека могут лишить жизни. Это создание напряженности в городе, это создание напряженности в регионе, это очень плохо для региона. Вот как собственно глупые действия политика ведут непредсказуемые последствия. 11 декабря президент США Доналд Трамп подписал распоряжение о возобновлении программы исследований Луны государственной заметью. То есть это попытка возобновить свое перце на фоне отказа по существу России от подобных программ и проектов и на фоне претензий такой корпорации как Space X Илона Маска в одиночку двигать этот проект. Ну я не говорю в одиночку финансировать, но в одиночку двигать. Не знаю правильно ли это, но во всяком случае теперь когда все убедились в том, что корпорации это достаточная сила для сведения космоса, я думаю что создание совместной корпоративно государственной программы по сведению Луны для США это вполне нормальный проект. Вот здесь уже можно регулировать. Не получается государству отдаем какие-то направления корпорациям, не получается корпораций берет на себя это государство. То есть мне представляется что у такого проекта есть потенциал и этот потенциал вполне достаточен для освоения прежде всего Луны. Может так оказаться что мы будем одновременно заниматься колонизацией как Луны так и Марса. И это очень неплохо для человечества в целом. Набирает обороты к концу декабря самый большой за всю историю коррупционный скандал изрекший на свет несанкционированные расходы Пентагона в 21 триллион долларов. Теневой бюджет существовал с 98 по 2015 охватил эпоху скандальных войн после теракта 11 сентября и включил поддержку террористов в ходе так называемой арабской зимы пришедшей на смену свернутым светским режимам в ближнем востоке. Думаю, что за этим скандалом мы будем наблюдать также в следующем году. что показывает этот год? Мир стремительно меняется. Если у нас нет оптики, которую мы видим эти изменения мира, то мы их, собственно говоря, не видим. Просто могу обратиться к тем, кто смотрит это интервью. Все ли новости из тех, что я вам назвал, вы на протяжении года слышали, видели, знали. Потому что так устроена современная массовая информация, что она не выделяет то, что перспективно. Она сваливает все в кучу. И нужен просто аналитический взгляд, во-первых, а во-вторых, хотя бы какое-то видение перспективы для того, чтобы из этой всей кучи выделить то, что действительно важно и то, что будет определять в дальнейшем. Мой субъективный подход не означает, что вот так это и будет и не было других событий. Я не все мог заметить. Но я во всяком случае попытался это сделать и показал, что вот можно в этом ворохе событий обнаружить такого типа события, которые во-первых, повлияли на весь год, а во-вторых, будут иметь далеко идущие последствия и в следующем году. Второй момент, который надо, конечно, отметить. Государство постепенно сходит со сцены и на смену ему приходят корпорации. Это очевидно и в виртуальных атаках, это очевидно и в космическом, на космическом рынке, это очевидно и в областях финансов и так далее. Где, собственно, корпорации определяют финансовую политику биткоина, а вовсе не государство, хотя государство постфактум тоже пытаются это дело легализовать. Это как в фантастических фильмах, помните, Сергей, еще несколько лет назад именно об этом же и говорилось, собственно говоря, теперь раз этот фактически. Виртуальность вторгается в управление финансы, она начинает очень сильно диктовать условия в актуальном мире и речь уже не идет о том, признаем мы ее, не признаем, речь идет о том, как лучше, как эффективнее захоронить старые архаичные инфраструктуры и структуры управления. Вот как, как быстро, как лучше, потому что понятно, что они разрушаются и перспективы у них нет. Понятно, что блокчейн и вот эти криптовалюты они еще слабые и что их ждут еще масса ошибок и обвалов, но все-таки это намного лучшая перспектива, чем та, что есть. Я уже высказывал эту мысль, что я бы видел очень неплохо для Украины вместо гривны ввести биткоин. даже при всех тех... Вот вы сейчас как писатель фантаст говорите, Сергей. Да ничего фантастического тут нет, вполне реальная процедура и чтобы вы знали, даже бабушки на базаре смогут расплачиваться биткоином. С точки зрения технологической возможности это настолько дешево, вот эта карточка и приемный аппарат, вы даже не представляете насколько это дешево, это дешевле, чем просто выпускать деньги и носить их в кошельке. Дешевле. Это лучше, это прозрачнее. Дешевле, чем содержать национальный банк? Намного. Абсолютно точно вам говорю. Это намного дешевле. И это все могло быть давно уже сделано, проблема остается управленческого свойства. Это невыгодно государству и это невыгодно правящим классам, не только в Украине, но и вообще по всему миру. По одной простой причине. Расчеты в биткоине прозрачны. Там нет возможности дать взятку, так чтобы об этом не узнали. Там нет возможности финансировать какие-то теневые вещи, потому что вы все равно это обнаружите. Там нет возможности давать деньги в конвертах. Вот всего этого правящий класс терпеть не может, потому что, а как же, мы же привыкли, мы же как же, вот как же, на государства и корпорации идут мощные атаки организованной в виртуальной сети сообщества. То есть мы столкнулись с виртуальностью не только как с неким миром, мы столкнулись с виртуальностью как с некой новой традицией, которая заявила о себе и которую актуальная структура в упор не видит. Даже такое мощное государство, как США, не в состоянии доказать с цифрами и фактами в руках, что атаки производили российские хакеры. Вот она, вся мощь государства доказать не могут. То есть это очень серьезная сила, с ней нужно будет считаться правительством всех стран. Это фактически наша новая элита, цифровая элита, криптоэлита. А то, что мы не видим или не ведем учет ее, это очень плохо для правящего класса, потому что вполне будет возможно, что они однажды утром проснутся, а капиталов и власти нет. Их. Они бежат кому-то другому. И очень бы не хотелось, потому что это чревато огромными потрясениями для мира в целом. Очень бы хотелось, чтобы мы рассмотрели то ли в телескоп, то ли в микроскоп все эти вещи и попытались как-то их легализовать. Потому что дальнейшее существование всех этих вещей в нелегальном виде оно не на пользу человечества. И в этом смысле мировые элиты они неадекватны этим вызовам. И то, что мы до сих пор разбираемся с вопросом чей Донбасс, есть ли там украинцы на этом Донбассе, что с ним делать, что делать с этими потоками нелегального кеша, который курсирует внутри олигархической экономики, контрабанды и всего другого. Мы же со всеми так и не сможем наверное разобраться, имея те актуальные институты, которые имеют. Потому что они насквозь все коррумпированы и они в принципе не позволяют это делать. И это очень серьезный вызов, перед которым стоит не только условно говоря элита США или европейская, мы тоже перед этим вызовом стоим. Потому что он у нас в том виде существует, что осколок индустриального мира, то есть Донецкая и Луганская области, объявила войну. Они хотят так же, как и раньше. Они хотят кататься, как сыр-муасли, как это было во время Советского Союза. Но они видят, что это невозможно, потому что все достается олигархам. Они захотели поменять эту ситуацию, присвоить себе олигархическую ренту. Но олигархическая рента не присваивается путем войны. Вот какая заковыка. Когда говоришь с ним, они говорят, да мы против олигархов. Ребята, олигархическая рента путем войны не присваивается. Она присваивается путем новых и в этом смысле все эти минские договоренности они же не содержат анализа вот этого будущего мира. Они не исходят из того, что мир меняется принципиальным образом. И мы не можем воссоздать индустриальный или кусок индустриальной экономики. Мы не можем интегрировать криминально- олигархический индустриальный по прототипу Донбасс вовнутрь Украины, которая уже тоже изменилась, как минимум доинвестерализировалась. И вот это является принципиальной проблемой, из-за которой по существу проблема Донбасса, проблема Крыма по большому счету решения не имеет внутри такого видения мира. Менять видение мира это нужно очень многие вещи поменять. Во-первых, отказаться от привычных представлений от тождественности государства, территории и нации. Во-вторых, признать, что национальная идентичность не является доминирующей, не является единственной, что она стала сложнее. В-третьих, нужно отказываться от индустриализации как вообще цели для экономики как таковой. Увидеть, что постиндустриальная экономика давно есть, она существует в мире, что мы теряем многих людей в качестве иммигрантов просто потому, что мы не можем под давлением электрологического пресса создать это у себя. Это не требует больших вложений. Это требует просто снять олигархический пресс. Айтишный рынок он самозарождается, если у вас есть люди с достаточным образованием, такие люди в Украине есть, во всяком случае были до последних лет. Снимите только олигархический пресс, который давит на всю страну. Но мы не можем этого сделать. Мы закатываем в асфальт всю вот эту свободу инновационную, которая проявляется. и поэтому вот в таком виде у нас решение проблемы не имеет. Хотя перспективы есть. И вот я для того это обрисовал, чтобы показать, что ничего уникального в Украине не происходит. Если процессы видеть на таком уровне, то нормальный такой переход мира из одной технологической формации в другую технологическую формацию, из одной гуманитарной формации в другую гуманитарную формацию. И технократически этот вопрос решить нельзя. Его нужно решать прежде всего гуманитарным образом. И эта связка технократы-гуманитарии это единственное, что может позволить нам выйти из этой ситуации. Единственное, что может построить вот это позитивное будущее, вырастающее у нас на глазах. Ну вот, в общем, такие итоги года, которые можно увидеть. Даже не знаю, было так интересно, Сергей, даже не знаю, нужно спрашивать о прогнозах, но все равно спрошу. Вот, 18-й год, каким он вам видится? Потому что, так как вы нарисовали, уже сами справедливо сделали вывод о том, что мир так быстро меняется, и у нас получается так, к сожалению, в Украине, может вы тоже заметили это, что мы вначале рисуем себе необходимость каких-то реформ, и когда мы начинаем эти реформы реализовать, то мир-то уже совершенно другой, и получается, что мы все время как бы отстаем на шаг, на два шага, и все время оказываемся в каком-то мире, который, то есть мы оказываемся постоянно не готовы к тому, к новым вызовам, к новому миру. Какое самое большое преступление нынешней власти? Вовсе не деньги, которые они украли, вовсе не то, что они спрятали в офшорах, вовсе не то, что они в политическом плане там закатывают все асфальт, промывают нам мозги. Они убили социальную энергию, которая появилась после революции. Она имела два направления, два вектора. Возможность отстоять себя в войне. То есть она могла быть направлена в национально-всвободительную войну. И два, провести реформы и выйти за пределы олигархической экономики. Вот два вектора. Они убили социальную энергию по двум этим направлениям. Они сказали, не, не, ничего этого не надо, это очень страшно, для нас прежде всего. Вот мы все порешаем, торгуемся, договоримся. Ну и понимаете? И вот это самое важное преступление. И в ближайшее время по тем тенденциям, которые я вижу, у нас ожидает застой. Ну вот не такой, как в брешневские времена, а другой. Правда ведь? понимаете, застои все разные, и у них есть одно общее. Безысходность. Когда нет позитивной перспективы, ее нет не в оперативной действительности, а ее нет там на год, два, десять, вперед. как это выражается? Это был человек, который учится в вузе, или там где они еще сейчас учатся, они просто не видят здесь возможности для реализации себя. И они уезжают. Вот это выражается так. Когда границы были закрыты в советском сфере, мы не могли это увидеть, и то бежали все равно. А сейчас границы-то открыты. И у нас очень серьезная проблема. По некоторым оценкам до 40% работоспособного населения из Украины уехало. Почему? Мы можем сказать об этом по-доброму и по-злому. по-доброму. Что ну такая ситуация. Вот реформы всегда, они всегда к этому приводят. Мы сделаем как-то реформы, они вернутся. Это неправда. Потому что никто не сказал, что реформы обязательно сработают, потому что мы криминальную географическую систему не ликвидировали. Она ликвидируется только в связке. Экономико-политические условия и кадровые. То есть убираем конкретные условия и убираем конкретных людей. Если убрать только условия и оставить людей, они обойдут законы и воспроизводят эту систему. Если убрать только людей и оставить условия, просто придут другие люди, которые в этих условиях опять станут олигархами. То есть надо только связку этих двух вещей. С одной стороны убираем экономико-политические условия, с другой стороны убираем конкретных людей. Только в связке происходит революция. Только в связке. Если связки это нет, революции не будет. А что будет? Будет вот такая эмиграция. Поэтому из застоя выхода в ближайшее время нет. Если не отважимся на революцию, тогда надо готовиться к застою. А выборы-то в 2019 году. Может, они что-то поменяют? У нас нет контролита. Кто? Кто, скажите, вместо этих придет и нам скажет, вот теперь все будет иначе. Они же пытаются воспроизвестись. Не хотите пожить в стране, где Слава Корчук будет президентом, а премьер-министром будет Порошенко? И угадайте, кто будет управлять с собой. Не хотите в такой стране пожить? Извините, но не готова. А чего вдруг? Порядок. Он же может победить на президентских выборах. Победить может. И что? Нет, потому что пора прекращать эксперименты над Украиной. Политехнологические проекты, вы же сами сказали, как Матрон. Они виртуальные, у нас точно не сработают. Прекратим, можно только одним. Вот в этой связке, политикономические условия и кадровым образом. Только в такой связке. Без связки ничего не получится. Вот поэтому так важно. Никто же в стране никого жадный. Но поэтому никто же не говорит, давайте их убьем. Нет. Даже пусть убегут с награбленным. Даже это можно. Вот пусть просто с награбленным убегут. И то будет легче. И вот эта ситуация, она нерешаема на уровне каких-то рецептов. Ну как, вот вы спрашиваете, что можно посоветовать человеку, который в депрессии? Ничего, пережить. Депрессия не имеет выхода. Человек должен сам постепенно упереться в то, что он не видит других выходов. И попытаться изводить волевым усилием из депрессии. Вот только есть такой способ. Все попытки медикаментозно как-то решить эту ситуацию, поговорить или сказать, типа, ну чувак, ну что ж ты, ну вот смотри, мир такой. Это ни к чему не приведет. Можно сколько угодно убеждать людей, что им нужна революция, но пока они экзистенциально к этому не придут, ее не будут. Поэтому застой это наша непосредственная перспектива. Самый натуральный классический застой. Кто не знает, как это было, расспросите, пожалуйста, старших, которые помнят Брежневский застой. Они вам расскажут очень много интересного. Но он-то был немножко более сытым, нет, чем тот, который будет сейчас? Для большинства населения, нет? Вот посмотрите, чем отличается застой от других ситуаций? Во-первых, вот, казалось бы, вот что на первом месте? Что? Бесконечная устойчивость и доминирование одного дискурса. Вы включаете программу «Время» и вы точно знаете, что там будет. Это правда. Вы включаете сегодня телевизор и вы точно знаете, что скажут в любом ток-шоу. И вы также точно знаете, что это ни к чему не приведет, что бы кто ни сказал. Потому что новый дискурс там не появится. Этот новый дискурс ликвидирует на этапе возможности прихода людей, которые являются носителем нового дискурса. Поэтому он там точно не появится. Да, там есть масса вполне профессиональных воронок. Но вот новый дискурс там не появится. Ни при каких условиях. Это первое отличие. Второе. Это ближайшая перспектива безрадостна. А дальнейшей просто не видно. Говоря, ее нельзя предсказать. Третий момент. Тогда этого просто не было. Сейчас это проявляется. Это эмиграция. Но четвертая вещь, которая и тогда была. Массовый отказ интеллектуалов от участия в этом. Вот они это тоже эмигранты. А что, извините. Интеллектуалу интересно, когда есть движняк, есть новый дискурс. Есть какие-то новые гуманитарные проекты. Мы закатали в это все в асфальт. И чего мы ожидаем? Что интеллектуалы будут в этом участвовать? А в чем их интерес? Это же скучно. Поэтому останутся креаклы. То есть креативный класс, которым будут платить. Они будут это все поддерживать, оправдывать. А собственно интеллектуалы. То есть люди способные к творческой, спонтанной, не как бы нерутинной деятельности. Они либо уедут, либо уйдут в глубокую внутреннюю эмиграцию. Вот это вот самые такие основные признаки, которые существовали даже в Советском Союзе. Единственное, чего, повторяю, не было там массовой эмиграции. Она сейчас вполне не проявилась. Поэтому кроме этого, ну кроме вот того застоя, мы еще и полностью увидим, что такое кадровый кризис. Просто у вас есть должность, вы кладете большие деньги, а человека просто не найти. Даже уже сейчас не найти. Да, уже сейчас не найти. Вы предлагаете огромные деньги, у вас есть незакрытая позиция, а человека вы найти не можете, потому что он давно уехал. А от чего вы думали? Вы думали, что вы построили экономику, в которой, извините, 80% людей не нужно. То есть вы даже их обворовите без их присутствия. То есть вам просто приходит платежка, где указано, что сегодня из бюджета в виде как бы дотации вам деньги ушли в карман олигарха. Так вот, вы вообще не нужны, вы вообще мертвая душа. Вы можете уехать, единственное, что как бы оставить квартиру, и этот бизнес будет продолжаться. Вот я для олигархической прибыли в такой схеме не нужен вообще. Понимаете? Я вообще не нужен. Вот я, как живой человек, не нужен в такой схеме. И вот это прискорбная вещь, потому что, когда оказывается, что для взрыва денег люди не нужны, ни в каком качестве. Что для того, чтобы доставать все это, ну как бы процентов 10-15, 15 нынешнего населения страны нужно, все остальные лишние люди. Не, они были бы нужны в плациндустриальной экономике, так кто же ее строить будет? А в сырьевой только 10-15 процентов, все. Вот сельское хозяйство, химия, металлургия, это все. Если у нас такая структура остается, все остальные люди не нужны. Процентов 10-15 миллионов Украины хватит. Это как раз хватит, чтобы производить достаточное количество всех хозяйственной продукции на эспорт, чтобы обеспечивать химическую и металлургическую промышленность. Все остальные не нужны. Good bye. Это вот если так по-простому обрисовать ту структуру аргитетической экономики, которой мы идем. И застой это все проявит в очень, как бы, такой ясной, выпуклой манере. Если мы с этой властью не разбираемся, причем, заметьте, я же не кого жад, я же не говорю пострелять, поубивать, да ничего подобного. Я, наоборот, предлагаю очень легальный путь. Три цикла по три года перевыборов парламента, собственно, и президента через каждые три года. Перезапуск на уровне конституции. Вот, казалось бы, простые вещи. Ну и, как бы, как вишенка на торте, конечно же, изменение структуры доходов в государственный бюджет. Как-то ж надо запускать все эти 3D, автономные автомобили, электромобили, автономные электромобили и так далее, и так далее. Но это же не с этими бизнесменами. Ну какой смысл вам вкладываться в 3D-принтинг и в электромобили, если у вас все, как бы, через металлургию и химию, у вас все в шоколаде. В какой смысле? Никакого смысла нет. Поэтому эта структура и будет продолжать существовать. И это смертельно для Украины. То есть она в таком виде не сохраняется. То есть из вот этой вот стагнации, в которую мы входим, мы мягко переходим к расколу страны. Потому что, ну грубо говоря, на региональном уровне начинается несогласие с этим. Вот выхода из этого объективного, нет, только субъективность. То есть, грубо говоря, только убежденность, что так дальше жить нельзя. Если есть убеждение, что так дальше можно, ну тогда надо готовиться к застою. Сергей, спасибо вам огромное. Спасибо за такие интересные, вот совершенно без привлечения, итоги года. Столько много всего напомнили. Вот честно, прямо подзабылось, а вот на самом деле важно. Спасибо вам огромное. Я хочу напомнить, что Сергей Датюк сегодня был у нас в студии, философ, публицист, известный блогер. Сергей, мы искренне поздравляем вас с наступающим Новым годом. И очень надеемся видеть вас у нас в студии. Ну, вас также и зрителей тоже с Новым годом. Надеюсь, что когда-нибудь смотреть уже к Новому году будет ближе, чем сейчас. Но все равно. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо вам. Сергей Датюк. Итоги уходящего года на Укрлайв ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова